Головная насосная станция Ташлык. Здесь уже несколько месяцев работают специалисты, их и дождь не пугает. Говорят, с трубами надо закончить до морозов. Именно по ним вода поступает на поля сразу нескольких сельхозпредприятий. В этом году было запланировано менять вторую очередь основные насосные агрегаты, 4 агрегата и напорную часть трубопровода диаметром 824 нитки. Практически идет на завершение монтаж напорного трубопровода. Всего здесь 8 насосов. Есть водозаборный узел из двух колодцев. Некоторые агрегаты уже заменили на новые. Те, что производит электромаш. Я так понимаю, обслуживание обеспечивает электромаш в плане электродвигателей, насосов. Владимир Николаевич, мы в последнее время, в прошлом году, в этом году, мы работаем вплотную с Владимиром Григорьевичем, с электромашем. И по изготовлению новых электродвигателей, да, уже начали, значит, отработали варианты, значит, ремонту гидросилового оборудования. Имеется в виду насосов. Потому что раньше мы возили большие насосы в Южный Эргоремонт, в Кишиневе. Там база крупная была, автополив наш в Тираспорске работал. Сегодня этого нету. Мы полностью подключаемся к электромашу. Сейчас станция Ташлык дает воду для почти 7 тысяч гектаров земли. В планах охватить 15-17 тысяч. Восстановление полива – часть стратегии развития Приднестровья. Ее президент утвердил в декабре 2018-го. Помните уровень советской власти? Сколько выращивалось там овощей, фруктов и так далее? Вот тогда была полимерация 62 тысячи гектаров. Вот сейчас уже 30 тысяч гектаров. Это 50%. Но технологии сегодняшние несравнимы с технологиями даже Советского Союза. Сейчас выше технологии, выше урожайность. И есть куда расти. Приднестровье своими силами развивает полив, говорит президент. И это дорого. Сегодня аграрии и государства совместными усилиями увеличивают площадь орошаемых земель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...